В эфире «Панорама Севера» в студии Елены Гончарова. Здравствуйте! Дорожный фонд 60 километров – такова общая протяженность дорог в Архангельске. Эта солидная цифра требует финансовых вливаний, не менее солидных. В первую очередь на текущие и капитальные ремонты. И необходимая сумма известна – 6 миллиардов рублей. Но… Для того, чтобы содержать дороги областного центра, необходима программа «Город Архангельск – областной центр». В этой программе у нас предусмотрены мероприятия по капитальному ремонту дорог областного центра. К сожалению, эта программа в прошлом году была не профинансирована по решению областного правительства. И поэтому дороги пришли в такое состояние, которое оно сегодня у нас есть. А программа областному центру, несомненно, необходима. С предложением восстановить ее работу к губернатору обратились мэр Виктор Павленко и депутаты городской думы. Ни положительного, ни отрицательного ответа пока нет. Градоначальник и народные избранники едины и в другом вопросе. Порядок распределения средств регионального дорожного фонда необходимо срочно пересмотреть. В Архангельске живет треть населения региона и сосредоточено более 100 единиц автотранспорта. А это колоссальная нагрузка на дороги города. Поэтому из дорожного фонда в 4,5 миллиарда рублей Архангельск должен получать не 70 миллионов, а гораздо больше. Это, конечно, капля в море. Это точный, минимальный ремонт. Для сравнения, в 2008 году на город было потрачено на ремонт дорог из всех источников города, области и федерации почти полтора миллиарда рублей. Полтора миллиарда рублей – это как раз та сумма, которую Архангельск вносит в дорожный фонд. Видимо, на ремонт дорог в других населенных пунктах, так как в областном центре из этих денег остается лишь десятая часть. Вывод один. Методика расчета объемов регионального дорожного фонда сегодня не учитывает ни количество проживающих на территории города, ни двойную нагрузку на дороги Архангельска, где сосредоточены все офисы областных и федеральных структур. Кроме того, немалый ущерб городским дорогам наносит большегрузный транспорт, маршрут которого также проходит через Архангельск. Город Архангельск отдает в общий бюджет. И мы не раз, учитывая то, что из 20 миллиардов мы получаем 7,3, мы обращаемся с просьбой о каких-то дополнительных программах, которые бы носят общий характер. Такой программой является программа города Архангельска как административного центра. Мы доказали, что город Архангельск может претендовать на какую-то специальную программу. И такая программа была определена два года назад. Я считаю, это справедливо. Мы говорим о том, что город Архангельск помогает региону. Это правда, это отмечается и губернатором Архангельской области. Мы, конечно, не претендуем на все средства, безусловно, понимая, что нужно помочь всей области. Но хотели бы, чтобы это был какой-то диалог. Несмотря на отсутствие конструктивного диалога, ремонт дорог областного центра муниципалитет продолжает своими силами. Для решения проблемы город выделил более 100 миллионов рублей. Четкое распределение средств Дорожного фонда могло бы десятикратно увеличить эту сумму. А значит, реанимировать изъеденные ямами и трещинами дороги областного центра. В Архангельске три четверти домов деревянные и с минуты на минуту могут стать аварийными. Это при том, что правительство региона утвердило областную программу капремонта многоквартирных домов. Однако 75% жилфонда столицы Поморья планируют отремонтировать после 2038 года. В утвержденной правительством области программе капремонта 3889 жилых домов, расположенных в Архангельске. Среди них и этот. Проспект Ломоносова, 172, корпус 3. Деревянный двухэтажный дом постройки еще 1917 года. За всю свою почти вековую историю капитального ремонта это здание не видела ни разу. Но каково же было удивление жителей, когда правительство области решило, капитальный ремонт этого дома будет произведен только в 40-х годах. Жители бы и рады ждать, да боятся, что не дождутся. Обветшала кровля, да и свайные основания дают о себе знать. Неизвестно уже, каком состоянии, в принципе, она будет через пару лет. И будет ли вообще-то программа исполнена в полной мере. Но я думаю, что все это не стоит затягивать, а решать проблемы сейчас. Или подождать, внося обязательные платежи областному оператору капремонта. В противном случае придется дополнительно собирать средства и производить ремонт за свой счет. Не стоит забывать и о том, что ежегодно в Архангельске сотни домов становятся аварийными, сгорают или признаются не подлежащими капремонту. Областная программа этот факт не учитывает. Программа состоит из пяти этапов. Каждый этап – это пятилетний этап. И вот мы увидели, что в первый пятилетний этап входит порядка 600 домов. Хотя мы рассчитывали, что данное количество домов будет значительно больше. В то же время на последний этап, это 2038-2042 год, отнесено порядка трех тысяч домов. Или 75% всего жилищного фонда, который предусматривается в рамках вот этой программы. То есть они должны быть отремонтированы только в самом-самом конце. И из этих 75% лишь десятая часть сможет дождаться ремонта. Судьбу остальных домов областная программа негласно предрешила, как и судьбу средств, которые горожане теперь обязаны направлять на капитальный ремонт. Нет гарантии, что оплаченные вами 6 рублей 10 копеек за квадратный метр будут потрачены на ремонт именно вашего дома. Не распылять деньги архангелогородцев на нужды других населенных пунктов региона помог бы специальный фонд капитального ремонта для поморской столицы. С предложениями создать такой неоднократно выступал мэр Архангельска Виктор Павленко. Но областное правительство эту идею не приняло. В итоге многие собственники жилья в многоквартирных домах не желают участвовать в программе, по которой их жилье будет отремонтировано через 30 лет, а сами жители будут устранены от принятия решений о проведении ремонтов. Кроме того, несколько десятков домов в программе просто нет. Собственники уклонились от предоставления документов для включения в нее. При этом взнос правительство области установило единый для всех, не принимая во внимание, что, например, для ремонта деревянных домов расчетная плата за капремонт должна составлять 29 рублей с квадратного метра. А для того, чтобы отремонтировать дома в районах области, средств потребуется еще больше. Минимальный взнос по многоквартирным домам, это, как правило, девятиэтажные дома, составляет 9 рублей 47 копеек. А по деревянным домам, как правило, неблагоустроенный жилой фонд, 32 рубля с квадратного метра. То есть ощущаете разницу? 6-10 с квадратного метра и минимум 9,47. То есть эта разница должна быть где-то предусмотрена. Поскольку регулятором является субъект, соответственно, эти финансовые средства должны быть предусмотрены в бюджете Архангельской области. Этих денег нет. И где их взять, правительство области ответа тоже дать не может. В целом, ежегодный дефицит средств на реализацию региональной программы составит почти 4 миллиарда рублей. По Архангельску, где сосредоточена примерно треть жилфонда, это более миллиарда рублей. Понятно, что муниципалитету только за счет собственных средств этот дефицит не покрыть. Соответственно, без дополнительного источника финансирования, например, привлечение федеральных средств, реальность выполнения региональной программы капремонта вызывает большие сомнения. Больба с коррупцией стала темой круглого стола в правительстве области. Представители власти и общественных организаций обсудили эффективность принимаемых мер и планы работы на будущее. Подробности в материале Виктора Кузнецова. Коррупция – один из самых страшных пороков общества. Действует на него сродни коррозии. Живуча и заразна, как эпидемия, потому что касается всех. 80% населения говорит, ничего зазорного нет, дать взятку. За устройство на работу, за устройство в престижную больницу, за устройство в хорошую школу. Сегодня у населения России сложился стереотип мышления, что коррупция – это не те взятки, которые не дают, а это то воровство, которое делают чиновники. Сложнее всего ломать стереотипы, потому что в этом случае каждому нужно начинать с себя. Главный вопрос для общественников – как перестроить менталитет и сознание населения. Работа должна быть системной, потому что одной власти с коррупцией не справятся. Пока же, судя по сегодняшнему отчету, борьба с мездаемством ведется самими чиновниками. Всем известно, что можно в том числе и уволить государственного муниципального служащего за несоблюдение ограничений, запретов, за недостоверные сведения о доходах, расходах, но поводом для принятия этих мер, поводом для проверок является информация. А таких поводов нет. Практически не используется ресурс телефона доверия. Эксперты аккредитованы в Минюсте для участия в независимых экспертизах действий власти. Возможности же народного контроля, например, бюджетных закупок с началом действия соответствующего закона есть. Наладить эффективное взаимодействие с некоммерческими организациями и СМИ в борьбе с коррупцией – одна из важнейших задач общества. Виктор Кузнецов, Сергей Минин, Панорама Севера. Лесопилка, швейное производство и производство носков, молокозавод и подсобное хозяйство. Речь в следующем нашем сюжете пойдет не о промышленном холдинге или передовом колхозе, а об исправительной колонии системы Федеральной службы исполнения наказаний. Своими силами в рыночных условиях там выстраивают абсолютно успешную хозяйственную систему, рассказывает Виктор Кузнецов. Исправительная колония номер 7 – учреждение казенное. Вот только те, кто отбывает здесь наказание, находятся практически на полном самообеспечении. Отдельно взятое российское ведомство взяло курс на собственную продовольственную безопасность, которая к тому же подкреплена и производственной деятельностью. Недавно здесь обновили хлебопекарню. Новые здания, новые печи, изготовленные, кстати, тоже в системе ФСИН, только Пермского края. Намного лучше стало, то есть удобнее. У нас вкуснее хлебчий магазин. Там, может, к этому относятся по-другому. То есть как к работе. У нас это, ну, можно сказать, не просто работа, как бы, мы это делаем, ну, для себя в первую очередь делаем. Полмесяца назад здесь запустили еще одно направление – производство пластиковых окон. Коллектив учреждения движется в ногу со временем. Работа в цехе уже кипит. Заказов хватает. Очередной для детской исправительной колонии. Колония заработала, и вот мы сами купили для расширения и трудоустройства осужденных. Трудоустроено 7 осужденных у нас на этом производстве. Планируем расширяться, еще будет трудоустроено 2 или 3 осужденных. Открылся на улице, пошел сюда работать. Новое производство, интересно. Ну, я думаю, пригодится, да, на воле. До освобождения Константину осталось 7 месяцев. За это время вполне можно постичь тонкости изготовления алюминиевых дверей. Все необходимое для их выпуска также уже закуплено. Хозяйственный механизм, выстроенный в колонии, доказал свою жизнеспособность и востребован как элемент трудового воспитания заключенных. Виктор Кузнецов, Сергей Минин, Панорама Севера. В округе Майская горка Архангельска продолжается реконструкция детского сада на улице Полины Осипенко. Инспектировала стройку наша съемочная группа. Реконструкцию здания детского сада на Полины Осипенко 7, корпус 2, муниципалитет начал в прошлом году. По заверению подрядчика, от старого здания должны были остаться только стены, но даже они преобразились. Внушительный объем отделочных работ проделан и внутри здания. Масштабный ремонт стоимостью более 60 миллионов рублей при софинансировании городского, областного и федерального бюджетов проводится в соответствии с новыми стандартами. Сегодня выполняются работы по устройству кровли, утепление чердаков, устройство фасадов. В планах подрядчика установка современной вентиляции и сантехники, теплых полов, а также... Гидравлика проведена. Сейчас идет монтаж стояков в системе отопления. Окончание выполнения сроков у нас по графику первоначальному, который стоит июнь месяц. В него мы укладываемся. Обеспечение детей местами в детских садах продолжает оставаться главной социальной задачей мэрии города, определенной и в майских указах президента. Для ликвидации очереди в детсады в Архангельске создана дорожная карта. И по этой дорожной карте мы проводим реконструкцию детского сада, здания детского сада Наполина Осипенко. В скором будущем в этот детский сад мы сможем зачислить 220 детей. Таким образом, очередь в детские сады на 220 мест будет уменьшена, что, конечно же, будет способствовать выполнению дорожной карты и тех планов, которые определен муниципалитет. Также в Архангельске разрабатывается проект строительства нового детского сада в Соломбале. В целом, мероприятие, предусмотренное дорожной картой, позволит в ближайшие годы создать в Поморской столице более 2000 новых мест в детских садах, таким образом ликвидировав очередь в дошкольные учреждения для детей от 2 до 7 лет. В связи с проведением в Архангельских школах последних звонков в городе будут установлены дополнительные ограничения на продажу спиртного. 23 и 24 мая, а также 20, 21, 27 и 28 июня реализация алкогольной продукции будет разрешена только с 10 до 13. Мнение архангелогородцев на этот счет узнавала Александра Горелова. Я понимаю, алкоголь вообще покупать должны взрослые, а не дети. Ограничения должны вводиться родителями. Ну и естественно, если наши городские власти примут какие-то либо меры по этому поводу, тоже будет неплохо. Обязательно, потому что детки не себя, ну не совсем, иногда контролируют. Вот, и поэтому, чтобы не было ни драк, ни каких-то выяснений отношений, конечно, обязательно. К сожалению, они могут закупиться намного раньше. То есть они, как вот последний звонок, они за неделю закупятся и все. Надо запрещать за месяц, за два до этого, до последнего звонка, я считаю. Во прежних местах пить запретили, продавать запретим. Все лучше, все вперед. Люди посмотрят, один откажется, другой откажется, перестанут. Не будут молодежь пить. Молодежь не будет пить, взрослые, может, перестанут. Экспертом рубрики «Тема дня» сегодня выступит депутат областного собрания Александр Дятлов. Александр Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Александр Владимирович, вы являетесь инициатором принятия постановления об ограничении продажи алкоголя в дни последних звонков и выпускных в школах. Что послужило поводом для принятия такого решения? Не только в эти дни, в праздничные дни и во все праздники, которые у нас проходят на территории Архангельской области. Послужило толчком к принятию такого закона. Это, ну, депутаты, мы многие ходим на последние звонки. Мы видим, как зачастую не очень прилично ведут себя наши же дети, выпускники школ, когда распивают спиртное во время уже последних звонков, когда они ходят по городу, по городам нашей области совершенно в непотребном состоянии, когда в наших магазинах кричат матом «купи пиво», «купи мне то», «купи мне сё». Поэтому было принято такое решение. Я с этой идеей обратился к губернатору Архангельской области Игорю Анатольевичу Орлову. И очень ему благодарен, что он меня поддержал. Мы решили идти не путем принятия законопроекта, потому что в законе, если бы мы приняли закон на эту тему, то регулировать время продажи мы бы смогли потом только поправками. Если бы надо было перенести время торговли на час вперед или на час назад, то надо было бы вносить поправки, это в двух течениях надо было бы обсуждать, чтобы депутаты за это проголосовали. А когда мы приняли постановление, то администрация области на свое усмотрение, в зависимости от того, как действует закон на территории Архангельской области, в зависимости от реакции людей на этот закон, может менять какие-то пункты этого постановления достаточно быстро. Поэтому мы пошли таким путем. И еще раз хочу сказать, что очень благодарен губернатору, что он эту инициативу поддержал. Скажите, ограничения данные действуют с 2012 года. На сегодняшний день можно говорить о каких-то результатах или все-таки этих мер недостаточно? Безусловно, результаты есть. У нас меньше стало ребят, которые покупают этот алкоголь. Есть, конечно, и те, которые все равно каким-то образом где-то что-то там пытаются приобрести, но их уже не такое огромное количество. И мы-то бьемся, конечно, за трезвость нормы жизни и за трезвость нашей молодежи, и за здоровье нашей молодежи. Поэтому чем меньше будет у них возможности приобретать эти алкогольные напитки, тем только лучше для молодежи. Я думаю, ни один родитель не хочет, чтобы его ребенок выпускной, невыпускной, в любой другой день пьяный ходил по городу и вообще был пьяный и употреблял алкоголь в срезмерных количествах. Поэтому я сам родитель, у меня вот трое детей, поэтому исходя из всего этого, мы и вводим такие ограничения. А какие наказания ждут тех, кто нарушил? Это считается административным правонарушением и штрафы. До этого у нас были, в принципе, до этого принятия этого постановления, у нас мэрии городов сами вводили ограничения на эти дни. Но это было путем договоренности. То есть собирали бизнесменов, которые торгуют алкоголем, договаривались с ними, что давайте в эти дни вы не будете продавать подросткам алкоголь. А здесь это постановление, которое не надо уже ни с кем договариваться, оно просто действует на территории всей Архангельской области. Я считаю, достаточно успешно. И еще раз скажу, это правильное решение. Александр Владимирович, спасибо за Ваш комментарий. Я напомню, у нас в студии был депутат областного собрания Александр Дятлов. Нерпу на волю. Наша съемочная группа продолжает следить за судьбой детеныша Кольчатой Нерпы, выброшенного в конце февраля на лед реки в Маймаксе. Малыша назвали Борис, и его взяли под опеку экологи общественной организации ЭТОС. Сейчас настало время выпустить Нерпу в среду обитания. С подробностями Екатерина Грициенко. Поправился и похорошел. Нашу съемочную группу Боря не узнал. Впрочем, как и мы его. Два месяца назад это был худенький, ослабленный щенок. Так называют детенышей Нерпы. В стадию серки Борис вступил во всей своей красе. Такому роскошному теленю не стыдно явиться сородичам. Да и вес у него подходящий – около 20 килограммов. А потому в последние дни мая Нерпеныша отпустит свободное плавание по волнам Белого моря. Представители организации ЭТОС уверяют – Боря готов к попаданию в естественную среду. Когда будут видеть рыбу, он будет ловить, потому что он здесь хватает движущуюся рыбу. Мы еще и удочкой его тренируем, рыбку погоняем его по ванной. Ну а там найдет себе нишу. При организации доставки Нерпы на Белое море волонтеры столкнулись с проблемой. Нет лодки, но на призыв о помощи откликнулись неравнодушные люди. Да и все это время архангелогородцы не оставались в стороне от судьбы Бориса. Помогали деньгами, приносили малышу рыбу. Помогал колхоз из золотицы. Он два мешка привез. Привозили просто люди мешками или пакетики приносили. За что им огромное спасибо. Наверняка у этой удивительной истории будет счастливое продолжение. До свидания, Боря. Спасибо, что еще раз напомнил, как важно любить и беречь все живое, что есть вокруг нас. Екатерина Грициенко, Сергей Минин, Панорама Севера. Продолжит выпуск новостной дайджест. Информация короткой строкой. С 22 мая по 8 июня в Архангельской области пройдет профилактическое мероприятие «Внимание, дети». Педагоги совместно с сотрудниками ГИБДД проведут занятия, беседы, викторины и конкурсы для детей и подростков на знание правил безопасного поведения на улицах и дорогах. Особое внимание сотрудники ГИБДД уделят состоянию подъездных путей к школам и садикам, дорожных знаков, светофорных объектов и ограждений. 24 мая в 15 часов в Архангельском музыкальном колледже состоится гала-концерт областного фестиваля академических хоров и ансамблей «Наполни музыкой сердца» регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля. В этом году праздник хоров посвящен творчеству Александры Пахмутовой, который в 2014-м отмечает юбилей. В исполнении детских хоровых ансамблей нашего региона прозвучат лучшие произведения отечественных авторов. 21 мая состоялось первое кастинг-шоу отборочного тура конкурса «Красоты Мисс Архангельск-2014». Круглосуточный телеканал ПС транслировал этот марафон на звание первой красавицы столицы Поморья в прямом эфире. Претендентки демонстрировали коктейльные платья и купальники. Наш телеканал будет следить за ходом конкурса. 22 мая православные отмечают День Святого Николая Угодника. Святой Николай на Русском Севере особо почитаем. Святитель Николай помогает во всех бедах, болезнях и в быту, а особенно в самых трудных и отчаянных ситуациях. Святой Николай-чудотворец считается покровителем моряков и путешествующих, а также оберегает школьников и маленьких детей. Котловский театр первым в регионе закрыл театральный сезон. Последним вечерним спектаклем 78 сезона стал «Дядюшкин сон» по пьесе Федора Достоевского. А вот для юных котлашан труппа сыграет еще не раз. Об особенностях минувшего театрального сезона расскажут наши котловские коллеги. Этот театральный сезон был выдающимся во многом. Давно уже на сцене котловского театра не играли столько классики. Островский, Достоевский, Федерико Гарсиа Лорко. Интеллектуальному зрителю было что посмотреть. Конечно, не забыли в театре и о любителях легких жанров. Одним из аншлаговых спектаклей стала комедия «Примадонны». А спектакль «Гарем» по числу зрителей побил все рекорды. Его артисты отыграли более 30 раз и всегда при аншлаге. Первый раз за два театральных сезона попала в театр. Поэтому очень все интересно. Не ожидала, что так для меня будет интересно. И надеюсь на следующий театральный сезон. На котловской сцене трудились режиссеры из Вологды, Санкт-Петербурга и Москвы. Еще один любопытный рекорд. Впервые за все существование театра зрители смогли увидеть всю лучшую его половину в одной постановке. В спектакле «Дом Бернарды Альбы» Федерико Гарсиа Лорко задействованы все 17 актрис Котловского драматического, из которых трое – заслуженных. Гастрольная деятельность в этом году в прямом смысле кипела. За сезон наши артисты побывали в Архангельске, Новодвинске, Северодвинске, Карго, Полиняндами, Березнике, Череповце, Костроме. Летом планируются гастроли в Сыктывкар. Как я сердиться на вас, князь! Закрылся сезон комедии «Дядюшкин сон» по Достоевскому, после которого зрители посмотрели театральный капустик на тему эскиз уходящего года. А затем на труппу театра обрушился шквал аплодисментов, подарков, теплых слов. Я восхищаюсь коллективом, восхищаюсь всей труппой театра, всем коллективом, которые дали нам такие удивительные вещи. По традиции, на закрытие театрального сезона особо отличившимся артистам были вручены премии. Несколько лет назад их учредили руководители компаний СТВ и издательского дома Юг-Севера. Получатели денежных наград выбирали по решению худсовета. Учитывалось и мнение зрителей, которые после каждого спектакля могут записывать впечатления в книге отзывов. Впервые были вручены премии за актерское мастерство и преданность профессии. Их удостоены Светлана Соколова и Галина Наточий. Мне очень нравится игра от артиста нашей. Вообще прекрасная игра. Даже вот с приезжим сравниваем, конечно, изумительно. Официально творческий сезон закрыт, но работать труппа будет до середины лета. Сейчас готовится детская постановка «Калиф Аист». Ее мальчишки и девчонки увидят уже в воскресенье, 25 мая. А 15 июня в четвертый раз на сцене Котловского драматического театра откроется межрегиональный фестиваль для детей и юношества «Тарарам». Он соберет гостей из различных городов страны. Телеканал ПС продолжает онлайн-трансляции. Только у нас 22 и 23 мая в 19 часов смотрите прямой эфир 9-го международного фестиваля «Архангельск Блюз». Вы встретитесь с известными музыкантами из России, США, Англии, Франции и Норвегии. Фестиваль блюза для людей с открытым сердцем и хорошим вкусом. В эти дни по всей России проходит праздник «Последнего звонка». Впервые 23 мая в 12 часов телеканал ПС будет вести прямое включение с «Последнего звонка» в одну из городских школ. Присоединяйтесь и вы к этому торжественному событию. 25 мая в 12 дня телеканал ПС приглашает любителей бильярда. Смотрите онлайн-трансляцию чемпионата Архангельской области по динамичной пирамиде среди мужчин 2014. Трансляции можно смотреть не только на телеэкранах, но и в интернете. На портале «Правда Севера» в окне «Ситивизор». Телеканал ПС. Весь город на телеэкране. Вельск, Северодвинск, Костомукша. Котласские боксеры за месяц побывали на трех турнирах и в каждом завоевали золото. Тему продолжат наши коллеги из Котласса. Зажимай, зажимай. Вот, давай, давай. В первой половине апреля Котлассане ездили в Вельск, где приняли участие в 14-м межрегиональном турнире по боксу памяти основателя местной школы бокса Дементьева. Соревнования собрали 213 бойцов из Архангельской, Вологодской области, Республики Коми и Ненецкого автономного округа. Наш спортсмен Евгений Семченко уверенно провел три боя и стал победителем весовой категории до 32 килограммов. После короткой передышки котловские бойцы выехали в Костомукшу, где состоялся седьмой международный турнир по боксу на призы «Северсталь. Ресурс. Карельский окатыш», посвященный Дню города. Там были серьезные соперники, более 150 боксеров из России, Белоруссии и Финляндии. Никита Громов лидировал в весовой категории до 38,5 килограммов, оказавшись в полуфинале сильнее пятикратного чемпиона из Петрозаводска, а в финале лучший бойца из Финляндии. Мне запомнилось, как я боксировал в финале с боксером из Финляндии. Было очень интересно компенсировать, набрался много нового опыта. Третье золото за 30 дней котловские боксеры привезли домой из Северодвинска, где с 8 по 10 мая состоялся 12-й турнир по боксу памяти первого мастера спорта СССР в Архангельской области Маковеева. Евгений Семченко и Георгий Кузнецов стали чемпионами в своих весовых категориях. В первом раунде победы одержал Евгений и Северодвинска. Самое главное, это мы очень много с ними работаем. То есть у них спаренные тренировки, двойные тренировки, выходные. То есть ребята пашут и до седьмого пота, так скажем. И потом, конечно, получают результат. Турнирный график у сильнейших бойцов Евгения Пешкова остается напряженным. Уже в конце мая они поедут в Санкт-Петербург на очередные международные соревнования. В заключении выпуска информация о курсе валют. По данным Центробанка на 23 мая, доллар США 34 рубля 28 копеек, евро 46 рублей 85 копеек. Это была информационная программа «Панорама Севера». Далее о погоде нам расскажет ЮНИС. А я, Елена Гончарова, с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Прогноз погоды с ЮНИСом на телеканале ПС. Раскрывая бутоны цветов, пробуждая природу от сна, в нашей жизни тихо вошла молодая колдунья весна. И о погоде в Архангельской области на 23 число. Котлас, температура воздуха плюс 24, облачно, сильный ветер, возможен дождь. В Плесецке плюс 25, малооблачно, ветер сильный, без осадков на протяжении дня. В Вельске малооблачно, умеренный ветер и плюс 25 на термометре. И, конечно же, о погоде в Архангельске. Утром температура воздуха составляет 17 градусов. Малооблачно, небольшой дождь, ветер умеренный. Днем облачно, ветер усилится, воздух не прогреется ни на градуса, потому плюс 17 на термометрах. Вечером температура воздуха опустится 13 градусов. На небе облачно и возможен небольшой дождь. И песня. Облака волос, облака волос взлетает, тает, тает. Облака волос нежно-нежно манит и зовет. Тает сердце, тает, тает сердце, тает, 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 тает. Слышишь, начинается полет. До встречи на телеканале ПС. Редактор субтитров А.Семкин